выявили нарушения и провели чистку в административных рядах. Об этом сообщил исполняющий обязанности предприятия термоэлектрика Юрий Розлован в ходе пресс-конференции по случаю года нахождения на посту. Он уточнил, что в результате служебного расследования установили, что некоторым сотрудникам необоснованно были выплачены вознаграждения на миллион илеев. Речь идет о так называемых гонорарах за достижения, которые выплачивали со счета предприятия некоторым администраторам и работникам. Их размер превышает 5 миллионов илеев. Это очень весомая цифра. Материалы были переданы в прокуратуру. Открыто уголовное дело по данному факту. При этом Розлован отметил, что ситуация на предприятии остается сложной. Выявлена нехватка химических реактивов. Кроме того, в ходе инвентаризации обнаружили недостачу товаров более чем на 7 миллионов илеев. А после ремонта энергетического котла выявили исчезновение 50 тонн металлолома. Во всех случаях провели служебное расследование и уведомили правоохранительные органы. К виновным приняли соответствующие меры. Одних уволили, других перевели на иные должности. При этом, говорит Розлован, инициировали процесс по возмещению предприятию недостающих денег. Он отметил и достигнутые компании положительные результаты. По его словам, оно больше не формирует задолженности. У нас стабильная финансовая ситуация. Все, что касается нашего потребления, топлива, материалов, зарплат и другого, мы в курсе. Предприятие не создало дополнительных задолженностей. В 2022 году у нас были убытки на 230 с лишним миллионов леев. В этом году 43 миллиона. Сократить убытки удалось в том числе за счет замены труб в городе, ремонта котлов, а также благодаря более эффективному использованию сырья, говорит Розлован. Более того, почти вдвое был снижен тариф на тепло с 3577 до 1824 леев за гигакалорию. По большей части это значительное снижение связано с ценами на природный газ. Но есть и некоторые факторы, связанные с правильным управлением ресурсами, которыми располагает предприятие. Такие, как удельный расход топлива и изменение плана производства. Чиновник заверил, что продолжит внедрять меры по сокращению убытков предприятия для дальнейшего снижения цен на тепло. Также продолжатся работы по модернизации и ремонту мощности термоэлектрики.